Еженедельное оперативное совещание состоялось в администрации городского округа Люберцы. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. Традиционно открыл совещание руководитель Люберецкой полиции. Евгений Романцев рассказал, что за минувшую неделю в правоохранительные органы поступило более 1800 обращений граждан. 63 из них стали поводом для возбуждения уголовных дел. 55 преступлений раскрыли по горячим следам. Тепло все-таки начало сказываться. Было три изнасилования. Все насильники задержаны. Двое находятся уже под арестом. Один находится под домашним арестом. То есть Следственный комитет проводит проверку по данным уголовным делам. 44 выезда по сигналу тревоги и тушения четырех пожаров. Такой выдалась прошлая неделя у люберецких огнеборцев. Одно из возгораний произошло на территории городского округа. 19 июля городской округ Люберцы СНТ Зенина произошел пожар в летнем кафе. И частично обгорел магазин. В результате пожаров пострадавших нет. Также Павел Иванов рассказал о том, что 27 июля на территории Люберецкого округа планируется провести тренировку по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В учениях примут участие все службы ЖКХ и оперативные службы муниципалитета. В свою очередь Александр Проваров сообщил, что на сегодняшний день по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтировано уже 52% входных групп от общего числа запланированных на этот год. По капитальному ремонту 2016 года из 117 домов, которые были запланированы, капитальный ремонт, работы были не завершены до 26 домов. В настоящее время ведется контроль с недобросовестными подрядчиками и организациями, срывающие сроки окончания работы. Кроме того, на заседании стало известно, что ямочный ремонт завершили на всех региональных дорогах Люберец. С начала года отремонтировали почти 6,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна. От ям избавлялись и на городских улицах и проездах. На минувшей неделе заделали выбоины на площади 465 квадратных метров. На дорогах, где нет твердого покрытия, провели грейдирование. Продолжаются ремонтные работы в рамках комплексного благоустройства. В срок до 30 июля будут завершены работы на 17 дворовых территориях. Завершилось совещание на радостной ноте. Ирина Назарева поздравила с днём рождения Бариса Новикова, начальника управления по работе с молодёжью. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры подогнал «Симон»!